Наталья и Денис Китаевы больше 20 лет в браке. Вместе почти всю жизнь. Оба учились в Зейской школе, поступили в один вуз, Благовещенский пединститут. На четвертом курсе решили узаконить свои отношения. Спустя два года родился старший сын Дмитрий. В 2012-м в семье снова произошло пополнение. На свет появился еще один сын Денис. И у Дениса у нас была такая вечная проблема. Позовите нам кого-нибудь в гости. Было такое? Мне скучно. Мне скучно, мне скучно. Но позовите кого-нибудь в гости. И вот мы каждый день зовем то Юлю, то Олю, то еще кого-то. У нас всегда были гости вечером. И вот как-то вот мы задумались, что вот у нас вроде и место есть, и любовь есть, да, Ксюша? И вот куда-то это надо было реализовать. И вот мы занялись таким вопросом. И нашли Ксюшу, да? Да. Китаевы взяли под опеку девочку из детского дома. На оформление документов потратили чуть больше года. В семье появилась маленькая Ксюша. Момент, когда Денис и Наталья впервые увидели девочку, помнят, как сейчас. Рассказывают, тогда поняли сразу. Это наш ребенок. Не забываемо. Мы ее, в принципе, сначала увидели на фотографиях. Но потом, когда увидели вживую, я аж ахнул. Какая махонькая. Она была такая крошечная, просто крошечная. Папа наш аж ахнул. Ах, какая маленькая. В семье маленькую Ксюшу приняли очень тепло. Старший сын поддержал решение родителей. У младшего Дениса Денисовича появилась сестренка и друг. Китаевы большая дружная семья. Трое детей. Кошка, собака, хомяк и черепаха. В доме всегда шумно. Сегодня все за праздничным столом. Поздравляют старшего сына с юбилеем. Дмитрий празднует 20 лет. В преддверии Дня Матери, семьи, взявшие под опеку маленьких амурчан, чествовали в областном музее. Особенно и поздравления мамам. Добрые слова звучали от чиновников, музыкальные подарки от благовещенских вокалистов. Поздравления приготовили даже дети. В этот праздник мы желаем мамам счастья и здоровья на годах. Об одном лишь только мы мечтаем, чтобы с нами были вместе всегда. Кроме приемных семей, в преддверии праздника всех мам поздравили и тех, у кого в прошлом году родился второй ребенок. Амурчанам вручили сертификаты на получение материнского капитала. Мы поздравляем вас с пополнением ваших семей. Главное, чтобы ваши дети были здоровы. А в ваших семьях до свидания своего любовь, счастья и благополучия. По информации областного Минсоцзащиты, в общей сложности в регионе более 2,5 тысяч замещающих семей. Благодаря неравнодушным амурчанам новые семьи нашли более 4 тысяч детей. Денис Вериденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.